Вот такой беспорядок оставил после себя ночной гость. Забравшись в квартиру, он перевернул в ней буквально каждый сантиметр. Вернувшись с дачи, собственники принялись считать убытки, а сотрудники полиции, осмотрев квартиру, обнаружили знакомый след на подоконнике. Установлено, что злоумышленник забрался на второй этаж и путем отжатия пластикового окна проник в квартиру, откуда совершил хищение чужого имущества. По подозрению, в совершении данного преступления сотрудники оперативно-сыскного отдела управления МВД России по городу Саратову задержали мужчину 1976 года рождения. Он дал признательные показания и рассказал о своей причастности к ряду аналогичных краж. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый житель Ленинского района. Однако, как полагают следователи, география совершенных им преступлений обширна. В списках пострадавших жителей Кировского, Волжского, Заводского и Фрунзенского районов Саратова. Помимо денег и ювелирных украшений, мужчина выносил из квартир одежду, парфюм и другие ценные вещи. Добычей на последнем адресе стали также упаковки мужского нижнего белья, носки и обувь. Часть вещей, похищенных из квартиры, злоумышленник выбросил в мусорный контейнер. Так подозреваемый заметал следы во время задержания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подельник 44-летнего мужчины. По версии следствия, он может быть причастен к краже квартиры в Волжском районе. УМВД России по городу Саратов напоминает, чтобы не стать жертвой злоумышленников, не оставляйте открытыми окна, когда уходите из дома, даже на проветривание. Поставьте специальные крепления на рамы, чтобы их невозможно было отжать. Установите видеонаблюдение и попросите соседей присматривать за вашей квартирой. А собираясь куда-либо, не сообщайте об этом в соцсетях. Тем самым вы обозначите для домушников время своего отсутствия. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть Саратов.